Печорцы По традиции начался праздник с поздравления официальных лиц и минуты молчания в памяти погибших в той страшной войне. Великая Отечественная война – это особая страница в истории нашей республики. Наши земляки и печорцы несли свой неоценимый вклад в общую победу. Всего за годы войны Кожлинским военкоматом на фронт было призвано около 50 тысяч человек. 242 печорца не вернулись к родным очагам. О героизме, мужестве и военной доблести наших воинов свидетельствуют обелиски и памятники по всей стране и за ее пределами. И сегодня продолжается работа по сбору и уточнению данных о погибших и для расширения списков на аллее памяти. Годы неумолимо уносят с собой жизни ветеранов, вынесших на своих плечах все тяготы и лишения войны и послевоенных лет. 69-ю победную весну встречают 34 непосредственных участника боевых сражений. К мемориалу никто не забыт, печорцы возложили венки и цветы. Памятным плитам на аллее славы были возложены букеты. Кто-то оставил сладости. Дети вручили цветы и открытки ветеранам, труженикам тыла и детям войны. В небо было выпущено десятки воздушных шаров. Настоятель печорского храма, отец Климент, отслужил панихиду по погибшим. Праздничные колонны перед горожанами прошли военнослужащие войсковой части 96-876, курсанты речного училища, ансамбль мажореток-барабанщиц, трудовые коллективы. Да здравствует победа советского народа в великой отечественной войне! Ура! В рамках празднования Дня Победы на площади состоялся концерт с выступлением самодеятельных коллективов. Печорцы услышали песни военных лет и даже смогли покружиться в вальсе под звуки духового оркестра. Военные угостили ветеранов гречневой кашей и горячим чаем. По мнению горожан, сейчас дух патриотизма в нашей стране особенно силен. Им напоен даже воздух. Каждый печорец по-своему вырезал признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Людьми вместе города очень. Много народа, очень приятно всех видеть. Как бы радостные люди, радостные лица. Дети очень радуются, маленькие особенно. Чтоб не забывали, не забывали. Чтоб не получилось, как в Майдане. Самый главный праздник для всей страны, для нас. Хочу пожелать печорцам здоровья, здоровья, здоровья. И любите свой город. Чтоб всех с ним было хорошо. Для нас очень прекрасный праздник тем, что родители наши, пусть даже и погибли, но мы остались и до сих пор мы живем. Мой отец погиб без вести пропавший. В 41-м пошел, в 42-м погиб. Тогда была еще Молотовская область. Везде я, конечно, писала, но безрезультатно. У нас осталось и после, мама второй раз вышла замуж, 10 человек. И так что мы все выжили. И до сих пор мы живем. Прекрасно живем. Но вот только у нас погода мешает в другой раз. Ну хоть в шубах мы встречаем, но мы встречаем. Для Раисы Петровны Богдановой война началась с бомбежки. Восьмилетней девочкой она ощутила ужас и боль от происходящего. Ее родной Курск, под которым проходили одни из самых кровопролитных боев, просто изрешетили немецкие самолеты. Видела, как во время налета ее подруги оторвало ногу осколком бомбы. Помнит, как стонала и дрожала земля во время танкового сражения под Прохоровкой. А затем была оккупация города. После этого зашли немцы, заняли город, расселились по домам. И в нашем доме был штаб. Потому что наш дом был такой, что из комнаты в комнату можно было ходить. И вот у нас поселились в черных формах эсэсовцы. Я лично с мамой, осень была, грязь, мыла немцам сапоги, чистила. А потом ставили их, эти сапоги, пара к паре, чтобы они утром встали и надели каждый свою обувь. А один немец, который занял мамину кровать, он возил с собой целый сундук книг. Он очень любил читать. А света же не было. И вот он целыми ночами читал, а лампа стояла между подушек. И мама, и я по очереди дежурили. На тот случай, что не дай бог он уснет, лампа повалится, и он сгорит. Тогда и нас всех перестреляют. Вот. Ну, есть было нечего. Мам, они приходили из кухни, приносили свою еду, ели. Кто-то оставлял, и мама тщательно вымывала котелки, и я тоже самая. И вот этим мы питались. Агния Ивановна Мезенцева с трех лет трудилась для фронта. Слово «не хочу» дети тогда и не знали. Работали наравне со взрослыми. На войну ушли все мужчины из ее семьи. Никто так и не вернулся. Мы едем, значит, коровы и маленьких баранов, и свиней. И, в общем, с трех лет мы провожали уже. Потому что скотоводство большое было в нем Тибоже. А мы, как и армейская семья, мы все время тоже со слезами на глазах ходили, голодные. С тех пор у нас труд пошел. А потом уже председатель поставил нас, как штык, поставить 150 душ, убирать, значит, крупнорогатый скот, который не родят, в смысле не доятся. И все. И с тех пор, восемь с половиной лет, я уже была наверху в трубой пост, занималась. Мы два метра убирали снег. И вот так мы с средней сестрой так работали. Ирина Васильевна Истомина вместе с родителями работала на Уст-Цилимском лесопункте. Заготавливали для страны древесину. Выходных не было. Последний кусок хлеба отправляли на фронт. Жили в бараке всем скопом. Там же затачивали инструмент, пилы для работы. День, когда известили о победе, не забудет никогда. Приходит к нам кто-то, я не помню, из взрослых. Пришел 9 мая мужчина и сказал, вот мы, я 9 лет, таких нас всех малышей направили на те участки, где наши родители работали. Они такой креш, высокий берег, они стоят, смотрят и говорят, слушай, Марфа Денисовна, это мою маму так звали, вот твоя что-то дочь бежит, а я бегу, скорей, тороплюсь, падаю, чтобы нас отправили всех. Родителям передайте, закончилась война, что прекратили они работать. Я прихожу, они уже тут спустились ко мне, что случилось, они думают, что-то страшное там такое. Я им сказала, вот так и так, что кончайте работать, война закончилась. О, тут было слез, они обнялись, плакали. В общем, короче говоря, этот день, он до самой смерти будем мы помнить. По словам Ирины Васильевны Истоминой, молодое поколение Печоры достойно своих предков. Сейчас главное воспитание собственным примером. Все хорошее дети черпают из семьи. Так это было до войны, так есть и сейчас. 9 мая – это день памяти тех, кто шел дорогами войны, кто ценой неимоверных усилий и собственной жизни ровно 69 лет назад подарил нам мирное небо над головой. День Победы – это напоминание тем, кто только встал на жизненный путь, всем нам, что именно мы должны продолжить дело наших дедов и прадедов. Мне кажется порою, что солдат, С кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли, когда, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клим усталый, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня Настанет день из журавлиной стаи, Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедших Наши полей не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok День победы, как он был от нас далек, Как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы Порохом пропах Это праздник с сединой